Депутаты Курской областной думы приняли в первом чтении региональный бюджет на 2013 год. Обсуждение этого вопроса у парламентариев заняло почти час. Подробности в репортаже Тараса Степаненко. Главный финансовый закон Курской области сохранит свою социальную направленность. Власти уверены, что обязательства перед населением выполнить удастся. В будущем году доходы казны должны превысить 30 миллиардов 300 миллионов рублей, а расходы 34 миллиарда 800 миллионов. Дефицит бюджета на данный момент планируется в размере 15%. Дефицит предельный. Вызвано это тем, что нам приходится сегодня очень много обязательств, которые раньше выполняли федеральные структуры, решать за счет собственных средств. Вот все. Надеемся, наша работа, как всегда, с федеральными структурами, с Минфином, с отраслевыми министерствами, с правительством в целом, ну и другие источники здесь на местах, улучшение налоговой дисциплины и так далее, помогут эту проблему в конечном итоге к концу следующего года снять. Бюджет сверстан, исходя из реального положения дел в стране и мире, добавил губернатор и пригласил критика власти посетить открытие нового производства. В итоге большинством голосов главный финансовый закон был принят. Социальный характер бюджета также нашел свое отражение и в других вопросах повестки дня. В частности, в 2013 году казна возьмет на себя финансирование юридической помощи населению. Для малымущих курян она будет бесплатной. В нашей области это порядка 100 с лишним тысяч человек, и из них, по оценке специалистов, где-то свыше двух тысяч нуждаются в регулярном предоставлении юридической помощи. Несмотря на определенную напряженность бюджета, мы будем предусматривать на эти цели средства финансовые, потому что это действительно необходимо. Другой социальный вопрос – поправки к нормативам, которые обеспечат рост окладов педработников с 1 января 2013 года. Во главе угла там на масса рассматривается моментов по содержанию учреждений образования, в том числе, прежде всего, это зарплатная тема учителей. В общем-то, задача стоит однозначно – обеспечить сегодня средний уровень зарплаты учителя на уровне не меньше средней по зарплате по экономике региона. На следующем заседании парламентарий вновь вернулся к бюджету Курской области на 2013 год. Во втором чтении народные избранники обсудят поправки к проекту закона и примут его окончательный вариант. Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ